Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на канале Бельканту. Меня зовут Елена Корнелеса Сусоева. Я оперная и концертная певица и хранитель традиций старой итальянской вокальной школы по линии Милоки и Бельмонек. Я хочу вам рассказать свое размышление по поводу зайчиков и вокалистов. В 2020 году я была в гостях, и я увидела... Мне показали зайчика. У меня вот так его подали. Хотите зайчика посмотреть? У нас давно он живет, несколько лет. И мне, как в руки, дали зайчика карликового с маленькими ушками. И у него были вот такие длинные когти, как на передних лапках, так и на задних. И они так подворачивались, да? И они были широкие. Это означает, что он никогда... Да, когда у него были коротенькие ноготки, он никогда не царапал, не свернулись они в трубочку. И я попросила сразу же ножницы, щипцы, чтобы подрезать. Так вот, у вокалистов есть то же самое вот такое состояние, когда еще не дали возможности использовать жизнь правильно, голоса. И вот он живет, как он может. Очень часто у меня удивительное ощущение жалости на конкурсах, когда я слышу, как поют вокалисты. Они не знают, что они вот являются зайчиками с длинными ногтями. Когтями, да. И для меня это очень тяжело наблюдать, конечно. Но зайчик он думал, что это нормальная жизнь. Может быть, не совсем, но как-то так он. Главное, чтобы его не трогали, да? И люди, у которых он и шил, тоже думали, что это нормальная жизнь. То есть педагоги для вокалистов, которые не готовятся правильно, для них тоже это нормально. А что, я как бы подготовил. Я не обучил. Вот эти длинные когти есть. То есть нет возможности использовать аппарат. Ну и что? Есть, как есть. И вот в 21-м году мне с вопросом ко мне обратились. Сказали, хотели бы вы взять его себе. Потому что они видели, что мне понравился, и как бы не хотели им заниматься. Я думала, думала, мне очень жалко его было. И я решила его взять. И это было лето, поэтому я поставила домик у себя в саду и выпустила его погулять. Оказалось, что он учился прыгать. Он не умел прыгать. Он никогда в жизни не прыгал. И я была счастлива, что я могла дать возможность зайчику учиться прыгать. И он был счастлив от этого, я видела. И вот когда я студентам, ученикам, людям, которые имели неправильное всё делали, даю упражнения, и вот у них это получается, для них это счастье оказывается. Новый мир. Они открывают новый мир. Они как зайчики учатся прыгать. Хотя это от природы заложено. То есть я показываю природный механизм. Потом очень интересно было наблюдать, как зайчик первый раз в жизни мог растянуться на солнышке. Он лёг на камушки и принимал солнечные ванны первый раз в жизни. И то же самое есть у певца. То есть когда естественный процесс, он идёт уже на более глубокий уровень, то человек получает колоссальное удовольствие от того, что он просто физически исполняет. Он не анализирует. Просто чисто физическое ощущение невероятное. С пониманием того, что это как бы свой естественный процесс, который заложен Богом в теле пение. И вот через некоторое время, несколько месяцев прошло, я увидела, что зайчик не просто прыгает, он высоко прыгает, он далеко прыгает. Него не поймать. Он любит, когда за ним бегают, потому что тогда ему весело. И ещё один момент. Первое время он очень боялся. Это он, когда он видел, как бы меня, он излучал только страх. Вот насколько животные могут сильно излучать страх. То же самое есть и у певцов. Голос боится. Или певец боится, или голос боится. И нужно проявить терпение, чтобы вот этот страх сменился на спокойствие. А спокойствие сменилось на способ излучения такого дзем. И потом это будет любовь. И эту трансформацию в зайчике я видела. И в конечном итоге мы стали большими друзьями. И он даже лизал мне руки. Я думаю, что он был очень таким... Все-таки животные запоминают всё, естественно. Они умные. Он был благодарен, что я разрешила ему это всё делать. Так вот, голосу тоже надо разрешить. Многие вещи делать, которые наша глава или там другой человек запретил. Нужно прийти к естественному развитию и естественным механизмам, которые заложены в голосе на самом деле. И тогда голос будет благодарен. Он будет также к вам относиться, как зайчик мне лизал руку своим маленьким язычком. Также и голос будет благодарен. И вы будете получать огромное удовольствие от своего голоса. И вот эту систему увидеть у себя, а где вы находитесь, можно постараться. Например, страх находится в области солнечного восплетения и живота. Что происходит, да? Когда вы разговариваете, когда вы поёте, когда вы общаетесь с кем-то. Да, и во время пения, естественно, вот область живота должна быть свободна очень. Область солнечного восплетения должна быть свободна. И когда люди выпячивают вперёд живот, это неверно. Должны рёбра расширяться, так, чтобы было пространство. Есть ещё такое наблюдение у меня в процессе изменения состояния эмоций у зайчика. Он начинал излучать любовь. И в какой-то момент голос тоже начинает излучать любовь. То есть он доволен. Вы поёте голос, он льётся. Всё очень хорошо. И вот это основа ощущения должно быть для выхода на сцену. Вы знаете, как это должно произойти. Вы готовы к элементам. И голос дарится людям через внутренний покой, любовь, внимание, волю, конспирацию, внимание. все эти ингредиенты должны быть развиты. Вот такой рассказ о зайчиках и вокалистах. Всего доброго. До свидания.